Доступ к качественному образованию – главная цель национального проекта образования. Важный аспект этого проекта заключается в равном доступе жителей регионов ко всем инновационным современным обучающим программам. На сегодняшний день на территории Кашхабского района реализуются сразу два проекта. Это региональная программа «Успех каждого ребенка», в рамках которой производится ремонт спортзалов в школах поселка Дружба и села Натырбова. В 2020 году общеобразовательные учреждения поселка Майский и Аула-Игерухай принимают участие в проекте «Современная школа». Региональный проект нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими поселковыми школами. Ситуация с коронавирусом никаким образом не отразилась на сроках и качестве реализации национальных проектов в муниципальном образовании Кашхабский район. В частности, реализация национального проекта образования – это проекты «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Мы знаем, что успех каждого ребенка зависит от состояния его физического развития. Именно составляющая проекта «Успех каждого ребенка» состоит в создании условий для занятий физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. В 2020 году в число таких школ попали школа номер 6 «Поселка Дружба» и школа номер 8 «Села Натырбово». Сейчас, в данный момент, в этих школах идет капитальный ремонт спортивных залов полным ходом. Также успешно реализуется проект «Современная школа». Это создание центров образования цифровых и гуманитарных профилей «Точек роста». Цель «Точек роста» состоит в том, чтобы создать равные условия для всех детей вне зависимости от места их проживания. В 2020 году также на базе двух школ создаются эти центры «Точек роста». Это школа номер 3 имени первого президента Республики Адыгея Аслана Альевича Джаримова и школа номер 7 «Поселка Дружба». На данный момент «Точка роста» в майской школе, можно сказать, почти полностью готова. А вот подготовка кабинета в помещении для «Точки роста» в Игюрхайской школе идет полным ходом. Вот на этих площадках школьники по каким предметам будут заниматься? По гуманитарным, естественно, научным, цифровым предметам. Это мы должны подготовить помещение в соответствии с дизайн-проектами «Точек роста», а республика нас будет обеспечивать оборудованием, современным оборудованием для этих «Точек роста». Уже поступление идет оборудование, поступили 3D-принтеры, поступили другие оборудования, современные уже. Ну, надеюсь, первому сентября, это даже не до первого сентября, а вот до первого июля «Точки роста» будут готовы уже. Следует отметить, что Кашхабльский район первым в республике приступил к реализации проекта «Точка роста». На создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей из федерального и республиканского бюджетов будут выделены средства на приобретение оборудования и техники. Средства районного бюджета направлены на подготовку помещений.